Добрый день, дорогие друзья! Ну что, начинается наша с вами встреча. Я в такой футболке имени Вики Андреяновой. Пятница, в субботу с воскресеньем мы встречаться не будем. Какие новости на сегодня? Первое, повторю, новость от немецких исследований. Исследователей коронавирус на поверхностях не живет. Даже в тех домах, где находятся больные люди, они проверяли смывы с ручек, с поверхностей, со столов, с подоконников отовсюду. И показали, что даже когда они находят генетику вируса, этот вирус не способен заразить человека. Это первое. Второе, как выяснилось, ну вероятно, вирусологи знали это давно, но для меня было это открытием, РНК-вирусы вообще очень нестойкие вирусы. И переходя от человека к человеку, они теряют кусочки. И переходя от человека к человеку, они теряют кусочки своей РНК и поэтому могут исчезать. Это было с коронавирусом, вспышкой коронавирусной инфекции в 2003 году, когда был SARS-1. Он появился, вызвал вспышку, смертность была высокой до 10%, а потом он исчез. И точно так же это было с Мерсом, тоже коронавирусом, который вызвал вспышку в одной стране и тоже потом исчез. Вот так вот с этими коронавирусами происходит. И мы все на это надеемся. Это первая часть новостей. Вторая часть новостей – это американские исследования, которые озвучил президент США Трамп, за что ему огромное спасибо. То, что коронавирус не живет на солнце вообще фактически и фактически погибает сразу. И это тоже новость прекрасная, потому что все мы ждем, не дождемся лета, чтобы уже в конце концов выйти на улицу и избавиться от этого коронавируса. Почему мы этого ждем, не дождемся? Потому что карантин. Моей маме сегодня исполнилось 87 лет. Я ее поздравила в Инстаграме. Поздравляю ее еще раз сейчас. И первый раз в жизни мы не собрались всей семьей для того, чтобы поздравить маму с днем рождения. Мама моя сейчас прямой эфир, скорее всего, не смотрит, но потом обязательно посмотрит. Поэтому, мамуль, с днем рождения тебя, моя дорогая. Будь здорова и счастлива. Еще одна сногсшибательная абсолютно новость. Американцы начинают исследование вот какое. Они хотят начать вводить вакцину от полиомиелита. А между прочим, первые создатели вакцины от полиомиелита – это Советский Союз. Так вот, та вакцина от полиомиелита, ее капали детям в рот. Они хотят ее начать использовать у взрослых, потому что в первые часы и в первые дни она дает абсолютную неспецифическую защиту от всех вирусов, включая коронавирус. Это такая совершенно новая вещь. И если это случится, это будет просто огромное-огромное счастье для всех. Вот. Вот такая вот ситуация. Самое интересное, даже не это, самое интересное, что создателем той вакцины от полиомиелита еще в Советском Союзе создателем был академик Чумаков. Так вот, в США сейчас эту проблему возглавляет его сын Константин Чумаков, который работает в FDA в отделе вакцин. Вот как интересно складывается мир. Я надеюсь, в понедельник мы посвятим этой проблеме программу док-ток, потому что это одна из самых интересных проблем. Твикс гости меня спрашивают, а почему же ковид так долго живет и никак не исчезнет? Ну что, ребят, в масштабах мироздания три месяца – это ничто, это меньше ноля срок жизни. Понятно? Спасибо огромное за поздравление моей мамы. Зазули 39.11 задает мне такой вопрос. Здравствуйте. Говорят, что все подстроено. Это правда? На что нам верят? Кто-то говорит, что одному больному выделяется 200 тысяч рублей. Боже мой, это какой-то бред полный. Сегодня я надеюсь... Подождите, в Китае, в Италии, в Испании вообще не было солнца. Этот вирус возник, когда солнца не было. Сегодня я надеюсь подключить к нам президента ассоциации клиник Испании Ольгу Соловьеву прямо из Испании. Надеюсь, с ней поговорить, как ситуация в Испании. Надеюсь, она сейчас к нам подключиться. Почему говорят, что вирус не живет на поверхностях? Тогда зачем нужны перчатки? Смотрите, а я не знаю, зачем вам нужны перчатки. Это вы говорите, что они нужны. Если, например, вам на эту перчатку укошленул или плюнул больной человек, а вы рукой в перчатке прикоснулись к лицу и протерли нос, у вас шанс заболеть высоченный. Поэтому перчатка – это не гарантия от того, что вы заболеете. Поэтому зачем она вам? Понятия не имею. У меня температура месяц 37. Может, это пневмония? Как проверить? Рентген делала – все чисто. Остановитесь. Рентген сделали – все чисто. Все будет хорошо. Биоптрун не помогает. Сохраните эфир. Все эфиры хранятся сутки. И потом в ютубе на канале малышева.лайв все выкладываются. Сколько лет исполнилось моей маме? 87, дорогие друзья. Зачем Лободу мужиком обозвали? Я понятия не имею. Кто ее обозвал, кто обозвал, поступил некрасиво. Как узнать, являешься ли ты бессимптомным носителем, если риск, что бессимптомное течение перейдет в тяжелую фазу? Риск низкий – узнать просто, сдать тест на коронавирус. Стоит ли делать КТ, если нет симптомов? Нет, не стоит. Как я считаю, лучше не заболеть или лучше переболеть? Конечно, лучше не болеть, потому что есть тяжелые формы болезни. Будет ли принудительная вакцинация населения? Пока нет вакцины. Сделают ее не раньше, чем через год-полтора. Здравствуйте. Температура 38,5. Бессимптомно. Что принять? При температуре 38 примите парацетамол. Ольга Соловьева. Дорогая, мы вас ждем. Сейчас постараюсь подключить. Ольга. Ольга. Это еще раз мы подключим Испанию, ассоциацию госпиталей, частных госпиталей. Так, Соловьева. Так, что-то у меня не выходит подключить Ольгу Соловьеву. Но, надеюсь, сейчас она к нам как-то сама прорвется. Так. Карантин в Москве. Мне кажется, Москва останется на ограничениях на все майские праздники. Потом, думаю, снимут карантин. В московских клиниках мест для всех хватает. В сетях все больше информации о том, что в московских клиниках не хватает мест для больных. Комментирую. Всего хватает. А, на заболевшего человека. Это имеется в виду не человеку дают 200 тысяч, а на него страна тратит 200 тысяч, чтобы его... Прерывается эфир. И никак я не могу подключить к нам Ольгу Соловьеву. Где же наша Ольга Соловьева? Давайте я сейчас на минуточку отключусь, потом загружусь заново, буквально через секунду. И попробую подключить наших докторов из Испании. Ладно? Так. Ну что, я снова в прямом эфире. И напомню вам всем, что я хочу подключить к нам Ольгу Соловьеву. Вот Ольга Соловьева. Я ее не вижу. Где же наша Ольга Соловьева? Ладно, хорошо. Тогда буду отвечать на ваши вопросы. Давайте продолжим. Так. Где все говорят, что я грустная сегодня? Наоборот, я веселая. Я считаю, у меня сегодня прекрасный день. Я узнала столько нового про полиомелитную вакцину, что ее могут использовать. Я очень этому рада. Здравствуйте. Я 5 месяцев принимаю руакутан по 20 миллиграммов. Воспалений нет. Остались пятна. Что делать? Ну, первое. Вы должны принимать этот препарат только под контролем врача. Пятна, скорее всего, это рубцы. Убирать надо шлифовкой. Пик заболеваемости, я думаю, уже наступил. Потому что несколько дней подряд у нас не меняется смертность, не смертность, а одинаковое количество инфицированных. Поэтому, с моей точки зрения, пик уже наступил. Сейчас мы можем посмотреть этот график. Сейчас мы его загрузим и все увидим. Правда ли, что коронавирусом можно повторно заболеть, если ты уже один раз болел? Сегодня все, кто отвечает вам на этот вопрос, говорят, скорее всего, неправду, потому что ответить на... Когда мы с вами, товарищи, проживем год после этой инфекции. Вот, посмотрите. Вот это ежедневный прирост инфицированных. Если дело пойдет так, то мы будем думать, что вот это пик, через который мы перевалили 19 апреля. Потому что, смотрите, 20-го было 4. Ну, вот здесь просто видно, что идет падение. Всем видно. Поэтому давайте пожелаем друг другу, чтобы вот эта вот статистика оказалась правдивой. Это еще раз подчеркну сайт, мой любимый, я уже всем об этом говорила, который называется Worldometer. Это, по-моему, просто лучший сайт, где вся статистика по миру и статистика по любой стране. У нас вот такая была статистика. Давайте посмотрим на США. В США тоже видно, что плата и идет падение. Видно? Вот, видите? Падение во всех странах идет вот такими вот волнами. Это особенно хорошо было видно в Италии и в Испании. Сейчас мы вернемся на эти страны. Вот она, Италия. Сейчас развернем Италию. Да, видите, вот как идет падение волнами. Но видно, что все-таки отсюда и до сих пор это падение. И сейчас посмотрим на Испанию. И все-таки будем надеяться, что Ольга Соловьева к нам подключится. Сайт вообще бесподобный. Да, и в Испании идет падение, и тоже идет падение волнами. Ну что же, подключилась ли к нам Ольга Соловьева, президент Ассоциации частных клиник Каталонии, Барселоны? Я надеюсь ее сейчас подключить, чтобы она рассказала нам о ситуации в своей стране. Олечка, напишите мне смс. Здесь вы в прямом эфире или нет? Выяснилось вообще, что очень многие врачи не имеют аккаунтов в Инстаграме, поэтому Ольга по моей просьбе открыла себе аккаунт. И что же мы видим? И мы видим, что ее с нами нет. Видимо, она не знает, как подключиться. Но будем надеяться, что... Друзья, если кто-то есть из Испании, напишите мне, пожалуйста, мы вас подключим. Потому что Испания и Италия. Коронавирус мне пишут. Пишут, что коронавирус был в 2003 году. Это все хорошо знают, потому что это была вспышка коронавируса. Тот вирус назывался SARS-1, этот называется SARS-2. Что я скажу о Рибаверине? Ничего не скажу. Вот человек нам пишет. Я из Испании. Это нам пишет Ева из Вера. Ева, вот это эфир. Выходите, пожалуйста. Ребенок... Ой, здрасте. Расскажите нам... Здрасте, а я вас не вижу. Сейчас вы меня увидите. А вот, сейчас вижу. Расскажите нам, пожалуйста, какая статистика в Испании? Ну, вообще идет на спад. Да, но все равно много заболевших. Но у мертвых меньше умерших. Но... Ну, как? Немножко-немножко меньше. Но сегодняшний день, вроде бы, как говорят, что самое минимальное, которое за все это время. Но будем надеяться, что у вас заканчивается все это. Как выглядит карантин в Испании? Карантин? Ну, обязательно носить перчатки, маски. В магазинах даже заходишь, обрабатываешь руки и даже в перчатках. И еще вдобавок одеваешь еще одни перчатки, уже которые в магазине дают. В машинах разрешается ездить только по одному. В магазинах тоже только по одному. Не с семьей, не с мужем, только один. Вот. Потом, что еще? Ну, я живу, видите, я живу на юге Испании, в Андалусии. И у нас здесь как такового карантина, можно сказать, и не было. Потому что здесь эта зона в основном работает с фабриками овощными и теплицей. То есть они не останавливались вообще на карантин. Поэтому, не знаю, мне даже кажется, если это это, то у нас много, наверное, таких носителей, которые скрытые носители. На самом деле, что, вот сегодня я говорила с учеными из Америки с вирусологами, они считают, что реальных людей с коронавирусом в 10-100 раз больше, чем выявляется, потому что эта инфекция течет бессимптомно у 97% людей. Вот так вот. Ну, нет, у нас здесь вообще всегда солнце. То, что мы видим, это вершина айсборга, а на самом деле эта инфекция, конечно, 100% не относится к самому. Ну, а вот на этих фабриках работают женщины по 500 человек, женщины, мужчины, то есть по 500 человек на каждой фабрике. И вот они все работают, а их, допустим, родители, дети, они дома сидят на карантине. И смысла какого нет. Такого нет, они же приходят с работы, все равно же что-то приносят. Просто дело в том, что в 21 веке, к сожалению, невозможно объявить такой карантин, как в 15-м, когда человек мог запереться у себя, ворота дома закрыть, из погреба брать картошку и соленые огурцы, корову в комнате доить и получать молоко, масло и сметану. Сейчас, конечно, это невозможно. Мне пишут, что нет звука, но на самом деле звук есть. Вы же меня слышите, да? Да, я слышу вас, да. Ну, так вот я... Вообще карантин... Им тяжело, конечно, испанцам, потому что с их привычками, с их традициями. Это все пенсионеры всегда собирались вот в ихних клубах, где они там и в карты играли, и просто-просто сидели за столами. Им, конечно, очень тяжело. Вот они сейчас, нет-нет, двери открывают в домах, выходят, покряхтят, покряхтят, пожалуются на правительство. Ну, а что делать? И обратно заходят. Вы знаете, изоляция для людей старшего возраста – это абсолютно правильная мера. Второе – изоляция для людей больных – это абсолютно правильная мера. Вот, поэтому здесь даже не о чем говорить. Моей маме 87 лет, у нее трое детей, все врачи. Так случилось, что мы все работаем сейчас с коронавирусом. Все абсолютно. Мы никто не ходим к маме, никто. Мама, к сожалению, сама не ходит. У нее есть помощницы. И это тоже целая-целая проблема, как они, чтобы они не заразили маму. Но, безусловно, то, что мама сидит дома, это абсолютно однозначно правильно. Нет, ну здесь... Группы просто однозначно должны сидеть дома. Тут не о чем говорить. Понятно? Здесь вот говорят о погибших, о умерших, которые пожилые все, старые уже. Но это в основном те, которые одиноки, которые живут именно в этих резиденциях, где одни пенсионеры живут. Да, потому что дети, которые живут в своих домах в семьях, они как раз-то и не пострадали. Они нормальный карантин выдерживают, и все-таки их сыновья, дети как-то стараются их оберегать. Поэтому... Вы знаете, это тоже, кстати говоря, интересно. Потому что во всех странах мира есть дома престарелых, пострадали именно они. В Швеции, где они не стали объявлять карантин вообще, у них в домах престарелых на самом деле смерть... Треть умерших – это жители домов престарелых. Потому что там люди живут в маленьких пространствах, они все время вместе, они все с ослабленным иммунитетом в силу возраста и сопутствующих болезней. И достаточно одному принести вирус, как тут же заболевают все, это общеизвестно. Ну вот видите, было бы счастье, да несчастье помогло. У нас все-таки большая часть живет людей, живет с родными. И у нас еще погода еще, у нас все-таки, у нас солнечно всегда. Наконец-то потеплело, нам сегодня сообщили, что вирус умрет. Сегодня 23, но солнечно, на солнце прям даже жарко, но ветер, у нас вот ветра. А вот правда, что при ветре распространяется быстрее вирус? Значит, на улице вирус не распространяется вообще. А ну слава богу. Ну вот мы уже сколько сидим на карантине. Один человек другому, других вариантов нет. Но мы вам пожелаем всего доброго. Когда вам говорят, что вас выпустят? Ну вот с воскресенья уже детей выпускают на прогулку. Но по одному родители только по одному родители. Я надеюсь, наши тоже дети выпустят. Но я просто всем родителям советую брать ребенка и ходить в магазин с ним, потому что детям дома сидеть невозможно. А в магазин ходить можно. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы к нам подключились. Вам спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Так, пытаюсь еще раз подключить Ольгу Соловьеву. Ольчка, надеюсь, мне это сейчас удастся. Нет, пишет мне мой телефон, что нет Ольги Соловьевой с нами. Где же моя Ольга Соловьева? Кто-то мне пишет, что Ольга Соловьева мне ответила, но я ее вообще нигде не вижу. Ну ладно, будем надеяться, что сейчас где-то проявится моя Ольга Соловьева. Очень жаль, потому что Ольга прекрасный собеседник, очень информированный человек. Возглавляет ассоциацию клиник в Барселоне. Вот. Если вирус не распространяется на улице, почему нельзя гулять тогда. Ну смотрите, это не медицинское ограничение. Ограничение правительственное. Почему правительство так поступило? Логика понятна, потому что люди стали собираться огромными толпами, гулять вместе, и возникла угроза вспышки коронавируса. Вот такая вот ситуация. Только поэтому ввели строгие карантинные меры. Вы знаете, это вообще очень интересно, что с нами произошло с человечеством, с этой вспышкой. Я думаю, первоначально был дикий страх, потому что это новый вирус, которого мы не знаем. Но сейчас за три месяца мы узнали об этом вирусе уже много-много нового. Вот такая ситуация. Меня просили показать Казахстан. Сейчас покажу вам ситуацию в Казахстане. Вот ситуация в Казахстане. 2416 людей инфицировано, 25 умерло. И вот ситуация. Мы видим, что был рост. Это ежедневные случаи. И вот, вероятнее всего, началось падение. Мне задают такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если была прививка и болела корью в детстве, надо ли делать прививку? Если вы болели корью, то у вас очень высокий иммунитет. И прививку можно не делать. Если вы не болели корью, а только вакцинировались от кори, то в старшем возрасте лучше вакцинироваться повторно, потому что вы иммунитет потеряли. А селька, нижнее подчеркивание, СС задает мне такой вопрос. Так орбидол можно для профилактики или нет? Смотрите. На сегодня прямых данных о том, что орбидол можно для профилактики или нельзя для профилактики, не существует. Но можно сказать только одно. что орбидол – это единственное лекарство, которое использовали во время вспышки коронавируса в 2003 году. Более того, самое интересное, что у китайцев свой орбидол. Представляете себе? И они свой орбидол – это полная копия нашего. Уж не знаю, своровали ли они наши или сами изобрели орбидол. Так вот, китайцы включили свой орбидол в список препаратов для лечения коронавируса. Но самое интересное, что американский журнал JAMA, журнал Медицинской ассоциации Америки, тоже включил орбидол в препараты, которые целесообразно изучать и использовать. Поэтому вот такая интересная история с орбидолом. Дело в том, что мы вообще имеем ситуацию, когда только-только-только, мне пишут, только Соловьёва ждёт. А как же мне её подключить? Я не знаю. Вот я сейчас пытаюсь подключить женщину, которая мне написала. Чеги Ания, она деклинт меня. Соловьёва ждёт подключения. Как же мне найти-то нашу Соловьёву? Оля, как мне вас найти? Что же это такое-то? Ну, пробую ещё раз подключить. Оль, я ввожу ваш инстаграмный аккаунт, который вы мне выслали. И он не может найти его. Не может. Не может, Олечка. Ваш длиннющий аккаунт невозможно найти. Вот набираю и нигде не могу найти. Ребят, где вы видите Ольгу Соловьёву? Нарина Казанова задаёт или Казарова. Казаров, если коронавирус уже был, почему вдруг он снова опасен? Был другой коронавирус. Это мутировавший, изменившийся коронавирус. Это новый вирус. Но из этого же семейства. Мне посоветовали пить гашёную соду лимонным уксусом. И получается шипучка. Говорят, что хорошая протилактика против коронавируса. Правда? Неправда. Мне пишут, орбидолбит недоказанный препарат. Дело в том, что мы в эту вспышку вообще пользуемся только недоказанными препаратами. Доказанных у нас нет ни одного. Потому что это новый вирус. Доказанных препаратов нет. Ольга, зайдите в эфир ещё раз и попросите, чтобы вас подключили. Точно, Ольга, зайдите, пожалуйста, в эфир. Вас нет среди тех людей, которые со мной вместе в эфире. Вот мы все взываем к Ольге Соловьёвой, чтобы она... Мне пишут, с днём рождения, Галину Александровну. Кто-то даже знает, как мою маму зовут. Нам с мужем 53 года. Ждём рождения внучки. Нужно ли нам сделать прививки? Обязательно. Вы должны повторить полную вакцинацию. Вы должны сделать дифтерия, коклюш, столбняк. Вы должны сделать пневмокок. Вы должны сделать корь. Вы должны сделать... В общем, короче говоря, вы должны пройти полностью всю детскую вакцинацию. Вот мы с мужем прошли всё. Я уже это рассказывала несколько раз. Один раз перед рождением первого внука, а второй раз, когда через три года рождался второй, никак не могли вспомнить. Вакцинировались ли при рождении первого и вакцинировались ещё раз. Вот, Ольга Соловьёва. Ольга Соловьёва нашлась, наконец-то. Подождите, где Ольга Соловьёва? Только что я её видела. О, Господи. Ольчика, не уходите. Сейчас я вас найду. Так. Вот она. Ольчика, только-только вас... Вот она, Ольга Соловьёва, добавляет. О, Боже мой, слава Богу. Ольга, я вас добавляю. Что такое-то, Господи? Неужто не добавилось? Ой, мамочка моя. Давайте сейчас ещё раз выключусь и ещё раз включусь. Оль, прямо сейчас вас видела, нажимала, нажимала «Эд», и что-то не вышло у меня. Ой, ребят. Ольчика, останьтесь в прямом эфире. Сейчас мы вас найдём и подключим. Дорогие друзья, подождите. Проявите сейчас терпение. Господи, что ж такое сегодня за день-то? Нет, не вижу я снова Ольгу Соловьёву. Кто-то уже пишет, зайдите ещё раз. Не могу прям, всё скачет, скачет, скачет. Но всё-таки давайте постараемся ещё раз найти нашу Ольгу Соловьёву. Давайте сейчас ещё раз попробую. Ольчика, сейчас я снова выйду из эфира и снова зайду в эфир, чтобы не скакало такое количество у меня сообщений. И снова поговорим про Испанию. Секунда, выхожу и сразу захожу. Ну вот, друзья, мы снова в прямом эфире. И весь наш прямой эфир посвящён сегодня моему контакту с Ольгой Соловьёвой. Ольга Соловьёва, заходите к нам в прямой эфир. Когда мы, наконец, с Олей соединимся, это, наверное, будет просто потрясающе. Ладно, пока продолжу отвечать на ваши вопросы. Олечка, надеюсь, вы зашли, и я вас сейчас найду. Тут не так-то просто это оказалось. Так. Вот, нашла. Господи, опять пропала. Да что ж это такое-то? Да что ж это такое-то? Боже ж ты мой. Олечка, вижу вас. И сейчас постараюсь подключить. Ну, ребят, нужна специальная техническая служба, чтобы это приходилось. Оль, пошлите мне какое-нибудь послание, чтобы я вас отсюда подключила. Почему-то оттуда никак не могу сделать. А, мне пишут интернет у Ольги плохой. Может быть, может быть. Потому что, помните, я не могла подключить Андрея Петровича, и потом оказалось, что не выходит в связи с тем, что у него плохой интернет. Он этим даже специально занимался. Ольга Соловьёва. Вот я подключила. О, Боже. Может быть, сейчас подключим. Waiting for Ольга Соловьёва. Олечка, если получится, коннектим. Здрасте. 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 Оль, настолько усилий, вы к нам подключились. Еще раз представлю вам Ольгу Соловьёву. Ольга Соловьёва прямо сейчас находится в Испании. Она уроженка Москвы, выросла на Большой Ордынке. Но в Испании живёт уже сколько лет, Оль? 22 года. 22 года живёт в Испании. Является президентом ассоциации частных клиник Барселоны. Это Каталония. Ольчка. Ну, расскажите нам про Испанию. Я показывала ситуацию в Испании на моём любимом сайте, сайте WorldEmitter. Сейчас могу вам показать. В Испании явное идёт улучшение ситуации, потому что снижается количество ежедневных новых случаев инфицированных людей. И всё это даёт какой-то оптимизм. Сейчас покажу, уже показывала всем. То есть мы с полной очевидностью видим, что ситуация всё лучше и лучше. Вот Испания, всего 219 764 22 тысячи в Испании. И вот ваша кривая. Вот мы видим, что был пик, а сейчас такое волнообразное падение. Как у вас ситуация? Как карантин? Что уменьшается? Как вы её видите изнутри? Если мы говорим о цифрах, я хотела бы прокомментировать в начале яя 2-7 ваши цифры. Потому что цифры интересные. В Испании действительно 220 тысяч зарегистрированных, из них 22 тысячи инфицированных. Это цифра соотношения лучше, чем во Франции, чем в Италии, чем в Великобритании, но хуже, чем в Германии. Ну, я всегда призываю иметь в виду то, о чём вы, по-моему, говорили несколько минут назад. О том, что цифры заражённых, цифры инфицированных, это, конечно, нереальные цифры. Об этом говорят абсолютно все эксперты. Это ни для кого не тайна, никто этого не скрывает. Это нереальные цифры, потому что, например, в Испании, где была нехватка тестов, просто правительство не купило их вовремя. Нет, Оль, здесь не то, что не купило. Их по миру не было. Новый вирус. Эти тесты все делали с колёс. Тут нет виноватых. Ну, в общем, тем не менее, я могу сказать, что российское правительство отреагировало лучше в этой ситуации. Купили больше, несмотря на них. Не купили, а сделали. И сделали. Верно. Верно. Ну, в общем, наши с этим промахнулись. И получилось следующее. Тесты делают только тяжёлым пациентам. Только тем, у кого есть подозрения на пневмонию, причём тяжёлую пневмонию. Лёгким пациентам или пациентам со средним тяжёлым заболеванием просто не делаются тесты. Поэтому, естественно, реальная цифра заражённых, она намного больше. Я бы поэтому фиксировалась не столько на цифре заражённых. Это, наверное, от 2 до 6 миллионов. То, о чём говорят эксперты. Но если будет... Это не заражённый, ну да, это заражённый или инфицированный. Тогда просто смертность снизится. Это лишний раз подтвердит, что инфекция не самая тяжёлая. Конечно. Конечно. Это однозначно так. И в отношении смертности здесь интересная штука. Недавно было опубликовано исследование, которое сравнивает обычную смертность в месяце марте в Испании ото всех причин, от любой причины, да, со смертностью в этом марте, в марте 2020 года. То есть в момент пика Испании по коронавирусу. Получается следующая штука. Примерно увеличение в этом марте смертности по отношению к среднестатистической всего на 25%. Нет, 25% это большая цифра. Это, я думаю, только по конкретным регионам. Потому что я читала испанские цифры. Если по Испании в целом, то вообще нет увеличения смертности. Если по Испании в целом, по возрастным группам. У 8-10-летних и так далее. Просто там абсолютно спокойная ситуация. Но от этого не легче, потому что если умирали чьи-то мамы, чьи-то бабушки, от этого не легче. Безусловно. Тем не менее, по всей территории есть увеличение на 25%. В Мадриде на 95%, в Каталонии на 60%, во всей территории Испании на 5%. Но это отклонение от средней... На 5%? Во всей Испании на 25% в марте. Но о чём говорят учёные, о чём говорит статистика? О том, что если мы посмотрим на апрель, например, на последнюю неделю, то здесь нет вообще никакого отклонения от среднестатистической смертности. Поэтому в году вообще не будет разницы. Правильно. Все говорят, что в году максимум, что мы будем ожидать, это примерно 5% увеличение. Я думаю, даже этого не будет. Между нами девочками говорят. Но дело-то в том, что в 2013-2014 году среднестатистическое увеличение было на 7%. А в этом году планируется на 5%. Поэтому, конечно же, если мы говорим о... О большой статистике, то ничего страшного. Конечно же, это ничего страшного. Если о конкретных людях, то, конечно, страшного. Совершенно верно. Совершенно верно. Это правда, так и есть. Как у вас карантин? Что вам обещают, когда вы выйдете? Как Барселона, моя любимая, переживает? Как Саграда Фамилия? Пустая, что я стоит. Саграда Фамилия, точно. Барселона пережила ситуацию лучше, чем Мадрид, но по одной совершенно простой причине. Количество зараженных, скорее всего, было... Ну, пропорция инфицированных, наверное, очень похожа в Мадриде и Барселоне, но в Каталонии больше коек на душу населения, чем в Мадриде. А в Каталонии, если я не ошибаюсь, это что-то цифра около 380 на 10 тысяч. И в Мадриде это 270. Поэтому, когда был пик, то в Мадриде действительно была реальная проблема с койками, и особенно с койками в реанимации. А в Барселоне этой проблемы не было, просто потому что у нас больше коек. И, соответственно... Получается, чем выше уровень медицины, чем выше доступность медицины, тем проще. Вы знаете, в Америке, ой, вернее, в Москве просто развернуто такое несметное количество коек, что я даже просто не знаю. У нас госпитализируют людей всех и с легким течением, и со средним течением. Поэтому у нас как бы ситуация вот такая, совсем неплохая. Совсем неплохая. Ну, отлично. С точки зрения большой статистики. Понятно, что там какие-то есть проблемы, и они будут, но в целом ситуация совсем неплохая. И у нас по количеству протестированных Россия занимает второе место в мире. Я знаю, это прекрасно. Это, конечно, просто прекрасно. И все говорят, что если не идти по китайской модели, когда ты просто изолируешь всех, но Россия – это все-таки не Китай. Наверное, российские люди не согласятся с тем, чтобы их кидали в русскую отвазь. Меня тут спрашивают, Оль, когда Европу откроют? Мне кажется, как только откроют, несмотря на отсутствие денег, русские люди пойдут в рестораны, в магазины и дунут в Турцию и Европу. Все верно. Откроют, к сожалению, Макрон говорит, что примерно в конце августа, в начале сентября. Макрон говорит за всю Европу? Или только за... Да, да, да. Я думаю, раньше. Они просто умрут. Они просто умрут. Они просто реально умрут, потому что, как говорится, это же будут уже убытки, которые невозможно будет никак восстановить. Ну, вот это те самые вопросы, чрезвычайно интересные, которые возникают в связи с освещением коронавируса, в связи с мерами Европейского Союза, которые нормальному человеку, конечно, непонятны. То есть не так же, как у нас тоже не совсем понятно, почему столь строгий карантин держит так долго. Потому что, на самом деле, наверное, в этом уже нет большого смысла. Тогда, как убытки экономические, они колоссальны совершенно. Вы знаете, я думаю, чем дело закончится? Каждая страна Евросоюза будет сама решать, что ей делать. И уже единым фронтом там мы решили, Франция решила никогда не открывать, и значит, все не откроют. Я думаю, этого уже не будет. Вот мне пишут, Чехию вчера открыли. Вот вам и ответ на вопрос, что такое Евросоюз. Как говорится, ситуация такая, что сейчас будет называться «Спасайся, кто может». Олечка, ну, я желаю вашей семье пережить это без потерь. Сегодня день рождения у моей мамы, ей 87 лет. Она на строгой изоляции. Мы, ее дети, все работаем с коронавирусом. Можете себе представить, как все совпало? Мы никто к ней не ездим, поэтому я сегодня ей отправила цветы. Мы долго с братом и с сестрой говорили, правильно ли я поступила. Я сказала, ну, это уже просто невозможно. Мало того, что обняться нельзя, мало того, что, ну, вообще ничего нельзя, мы разобщены, еще и цветы не отправить. Так мама моя, цветы ей поставила, ее помощница в отдалении, чтобы она их просто видела. А мама у нас каждый год делает шоколадную колбасу на день. И она нам всем детям отправила по такой штуке шоколадной колбасы. Вы представляете? Это вообще самое красивое поколение, наверное, поколение вашей мамы, наших родителей. Да, это точно. Поэтому дай им Бог здоровья, счастья, что не болеют дети. Пусть все заканчивается как можно скорее, как можно благополучнее. Средний возраст умерших в Италии какой, Олечка? В Испании. Ой, в Испании, извини. В Италии 79,5. Последняя, по-моему, по последней статистике 81 год. Причем 60% умерших в Испании это пожилые домы престарелых. Да, вот это, кстати говоря, может быть, это тоже плюс России. У нас нет таких домов престарелых, где массово живут пожилые люди. Потому что в мире пожилые люди живут в домах престарелых, независимо от того, есть у них дети или нет. Они все поступают в эти дома престарелых. У нас этого нет. У нас остались семейные связи. И в какой-то степени это может спасти наших пожилых людей. Олечка, вам всего доброго. Скучаю без Барселоны, без Саграды Фамилии. Ну, надеюсь, что осенью. Без Гауди. Без Гауди. И рада зачищую, которую открыли. Вам счастливо пройти все остатки карантина. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо, что вы все-таки соединились. Спасибо. До свидания. Я хочу ответить тем, кто пишет, что статистика, не статистика. Вы знаете, статистику легко обсуждать. Тут вы правы. Потому что статистика – это обезличенные цифры. И если, например, статистика… Мы сегодня говорили про полиомиелитную вакцину с вирусологами из США. В США сейчас собираются полиомиелитную вакцину использовать для того, чтобы дать большую защиту от коронавируса. Так вот, в большой статистике, например, смертность может быть один человек на 3 миллиона. Это ничтожно мало для большой статистики. Но если это один человек, твой близкий человек, для тебя это все сто и даже тысячи процентов. У меня, мне пишут, soul of nature. У меня мама в России в группе риска. Надо, чтобы она была изолирована. Привет с Украины. Если я, мне задают Печникова, 38, в конце февраля, в начале марта переболела простудой, какие шансы заболеть коронавирусом? Понятия не имею, потому что это несерьезный вопрос. Если вы переболели коронавирусом, у вас сформировался иммунитет, шансы низкие. Если это был не коронавирус, а что-то другое, шансы высокие. Лида Быстрова задает очень интересный вопрос. Подскажите, пожалуйста, я принимаю иммунобиологию, препарат хумира. Это иммунодепрессант. Мои риски заболеть выше? Я в зоне риска? Вы знаете, это вопрос, на который сегодня нет ответа. Потому что в результате анализа тех, кто болел тяжело и даже умер, оказалось, например, что среди них нет ни одного человека с пересаженными органами. А это все люди на иммунодепрессантах, принимающие препараты, подавляющие иммунитет. Почему это? Трудно сказать. Может быть, это связано с тем, что подавление иммунитета не дает развиваться интерлекиновому шторму, гипер-супер-воспалению. Может быть, это связано с тем, что эти люди, будучи серьезно обеспокоены своим здоровьем, гораздо лучше защищаются. Вот так. Когда Россию откроют? Как навестить маму? Пока неизвестно, чем лечат в Испании. В Испании и в России во всем мире лечат одними и теми же препаратами. Мне пишет Галина Афремова. Галина Афремова. Что ей неинтересно. Галина, дорогая, тут же вас не под пулеметом держат. Неинтересно? Отключайтесь. Зачем вы тут находитесь? Вот я вас отключила, чтобы вы не мучились. Только больных с онкологией, проходящих облучение, химиотерапию выписывают из больницы в Москве. Ребят, кому неинтересно, отсоединяйтесь от нас. Так. Эстонская пресса заявляет, что в России больных в разы больше. Во всем мире не больных, а инфицированных в разы больше. Что касается больных, Россия сегодня одна из немногих стран, где госпитализируют всех. Тех, кто не госпитализирован по телемедицине, наблюдается. Поэтому тут у вас претензий к России быть не может. Дай бог Эстонии, чтобы у нее было так, как у нас. С днем рождения, мою мамочку. Спасибо. Все пишут, что Оля красавица. Пишут, а что толку, что Чехию открыли, если из своей страны не выпускают? Все равно хорошо, потому что люди приступают к нормальной жизни. Там же тоже живут люди. Спасибо всем, кто тут поздравляет мою маму. Мы из Италии. Ну что, давайте подключим итальянцев. У нас, правда, истекает уже время прямого эфира. Демик 2310-2012. Ну-ка, если вы к нам подключитесь, будет здорово. Не получилось. Ладно. Смотрите, вы спрашиваете, зачем государство нагнетает? Государство вам сообщает реальные цифры. Если они вас тревожат, не слушайте их. Вот такая вот ситуация. Ну что, я бы хотела сегодня закончить на ноте оптимизма. Почему? Да, потому что два дня у нас с вами не будет прямых эфиров, если не случится только чего-то сногсшибательного. Смотрите, целую неделю, пять дней я выходила в прямой эфир с вами и пыталась рассказать вам все новости, связанные с коронавирусом. В субботу и воскресенье у меня будут посты, посвященные всем, кто со мной худеет. Я считаю, что надо вернуться в эту тему. Давайте пожелаем друг другу, чтобы ситуация нормализовалась. Пожелаем друг другу сил, особенно тем, кому обязательно нужно находиться на карантине. А это прежде всего пожилые люди и люди, которые имеют много факторов риска. И прежде всего ожирение, сахарный диабет, сердечную недостаточность и гипертонию. Вот вам терпение и сил, тем, кто работает, обязательно возвращаясь домой, мыть руки, принимать душ, тем, кому надоел коронавирус, не подключаться к нашим телемостам, к нашим прямым эфирам, а всем без исключения здоровья и счастья. Карантины начинаются и заканчиваются, эпидемии, вспышки начинаются и заканчиваются, а жизнь всегда продолжается. Всем хороших выходных!